Девушка, позируя для инстаграма, выронила скользкий стакан и вылила его содержимое на ноги подруги. Она-то и выложила это видео. И снова мытье бассейна закончилось неудачей и купанием. Не зря, видимо, придумали целую профессию мойщик бассейна. Хотя, может, ее и для другого придумали. Складывается впечатление, что это была не ее идея играть в гольф на льду. Тот, кто надоумил эту девушку на это, вероятно, сам попадал в подобную ситуацию. Эвакуаторщик, загружая машину, не успел ее закрепить на платформе. Машина как с трамплина взяла разгон прямиком в бассейн к соседям. Парень поспешил скрыться, но не учел одной маленькой детали – камеры видеонаблюдения. Парень хотел угостить друзей кофе. Дело почти сделано. Но скейт его сбросил, наехав на камень. Стаканчики разлетелись, скейт наказан. Этот парень при собеседовании на новую работу, на вопрос, что вы умеете еще, продемонстрировал все свои таланты. Мужчина хотел пошутить над сотрудниками заправки, приехав туда на лошади. Но вот слезть с коня нормально не смог. Нужно же было потренироваться, прежде чем поменять сотню механических лошадей на одну живую. Компания мужчин, возвращаясь на веселе с вечеринки, решили проводить самого веселого друга до порога его дома. Оставалось только тихо зайти в дом, чтобы никого не разбудить. Но тихо не получилось. Парень споткнулся и протаранил головой дверь. Мужчина так боится собак, что бросился на утек от небольшой дворняги. Засмотревшись на мохнатого преследователя, он влетел в припаркованный автомобиль. Страх как рукой сняло. Эта встряска даже походку его сделала уверенной. Собака же поняла, что перестаралась и лучше близко не подходить. Курьеры часто оставляют посылки на крыльце дома. Этим иногда пользуются воришки, забирая чужие посылки. Эта дама схватила коробки и поспешила скрыться. Но ее гениальный план провалился. Подскользнувшись и подвернув ногу, самостоятельно она идти уже не могла. На помощь поспешил подельник, ждавший в машине. А на этих кадрах, съехав с асфальта на скользкую траву, мопед сбросил наездника, как строптивая ложа. Толстый котик, услышав рушание за телевизором, решил вспомнить молодость и половить мышей. В итоге, грохотом падающего телевизора распугал мышей даже на чердаке. Мужчина в эффектном прыжке пытался перемахнуть через невысокий забор. Получилось немножко не так, как он задумал. Но в целом размялся, спина не будет болеть. На рыбалке отвлекаться не стоит, иначе можно пропустить поклевку или и вовсе лишиться удочки. Пожалуй, каждый настоящий рыбак поступил бы так же.